Также уберем неподсвеченные ячейки. Итак, мы имеем 6 ячеек, в которых сравнительно сильная по меркам нашей матрицы связь. Все остальные имеют либо вообще незначимую связь, либо значимую, но еще более слабую. Посмотрим, есть ли среди этих 6 ячеек те, которые отвечают за связь не внутри факторов, а между факторами. То есть между наблюдаемыми переменами, которые формируют факторы. Потому что, принимая решение о том, косоугольное вращение нам нужно или ортогональное, если мы не имеем каких-то теоретических оснований, нам приходится ориентироваться на саму природу данных. А природа данных, природа наших факторов, она закладывается природой наших наблюдаемых переменных. И если связаны между собой переменные, которые относятся к разным факторам, значит есть основания предполагать, что и между факторами, формируемыми этими переменами, есть связь. И если есть связь, значит нужно косоугольное вращение. Итак, мы сразу видим, что вот эта ячейка лежит на пересечении представителя первого фактора и второго фактора. Пометим цветом и полужирным форматом. Эта ячейка тоже на пересечении. Тоже на пересечении. Это нет, это относится к внутрифакторной связи на пересечении. Внутрифакторная связь. Итак, мы видим, что из шести ячеек с наиболее сильной связью, четыре относятся к межфакторным связям. Поэтому у нас есть основания предполагать, что факторы должны быть скоррелированы. Но скоррелированы не сильно. На уровне 0,2. 0,25. Возвращаемся к факторному анализу. Снова запускаем его. На этот раз заходим в Rotation. И выбираем из двух вариантов косоугольного вращения. Есть вариант Direct Ablimin. И он регулируется при помощи дельты. Дельта изменяется от минус 9999 до 0,8.